Хорошие новости от мурманской золушки Маши Шиловской, точнее уже Машеньки Пазыч. Девочку официально удочерили. Мы заехали в гости и поздравили счастливую семью. А еще Машенька с мамой скоро едут на второй этап лечения, на этот раз в Германию. В Мюнхене врачи должны провести обследование и назначить дальнейшее лечение. Машеньку просто не узнать. В феврале, когда мы познакомились, малышка, казалось, даже улыбалась с болью. Трудно понять, то ли дело было в ее огромной грыже на спине, в шунте или все-таки в воспоминаниях о постоянных больницах, детском доме и в одиночестве. Сейчас Маня счастливый ребенок. Никогда не остается одна. Всегда рядом сестра Алиса или Аиса по Машиному и любимая мама. С радостью у нее нет пертела, конечно. Она очень со мной близка. Мы с ней уже все. Наконец все официальные процедуры закончились. Машенька по праву носит фамилию Пазыч. Мы знаем, что социальные службы делали все, что возможно, чтобы ускорить этот процесс. За это им большое спасибо. Пазыч Мария, Алексеевна. Все, теперь все. Никто ничего заберет. У меня самая главная проблема была. Я все время боялась, что я ее потеряю. Я надеюсь, что этого никогда не случится. Алиса обожает младшую сестру. А сейчас, когда каникулы, они почти все время вместе. В школе о ситуации в их семье знали все. Подходили мне даже деньги несколько раз передавали. Кто от родителей, а кто просто там как пилки разбивали. Одноклассники, да? Да, одноклассники. Алиса сразу приняла младшую в семью с радостью. А сейчас девочки совсем привыкли друг к дружке. Как все сестры, играют, делят игрушки и даже конфликтуют. Я ее называю Манькой. Просто Манька. Это Манька. Мы ее пробовали и Белочкой называть, и Котенком называть. Не, это Маня. Ее по-другому никак нельзя назвать. Мы с Машей очень много играем. Правда, она меня еще иногда обижает. Я ей даю сдачу легонько, а она трет куда и ударяет, и лицо надувает. Конечно, всерьез никто не дерется. Чаще Алиске, наоборот, приходится защищать Машу на улице от повышенного внимания прохожих и детворы. Но чтобы девчонки не ссорились даже в шутку, мы подарили украшения обеим, а не только любимице телеэкранов, которая успела разбаловаться от чрезмерного внимания. Говорит она много, говорит она обо всем. Бывает, говорит, предложениями. Мы ее стали слышать уже. Может, если попроще сказать, она не скажет, конечно. Говорила, были в церкви, показывает пальчиком, говорит, икона. Четко-четко все слышали. После операции в Израиле Маша успела съездить ко врачам в Петербург, а дома проходит реабилитацию у наших специалистов. В итоге девочка стала чувствовать ноги. Мышцы окреплено столько, что девочка уже самостоятельно ползает. Правда, только на коленях. Ниже ноги все еще обездвижены. Улучшение есть, улучшение очень хорошо видно. То есть, ребенок стал становиться на коленочке, крутит попой. То есть, чувствительность появилась и активность появилась в ножках выше коленочек. Ну, пока ниже коленочек пока ничего нет, но мы надеемся, что все-таки все будет хорошо, что оно встанет на ножки. Эту проблему предстоит решать врачам осенью. Летом Маша едет в Мюнхен, в клинику Шон, на обследование мочевого пузыря, который в первую очередь страдает от последствий болезней. Мы оплатили, нам помог фонд АИФ, аргументы и факты. Сейчас должен оплатить половину стоимости операции и обследования. Половина стоимости помогли нам собрать мурманчане, что большое спасибо. Еще остаются у нас деньги на обследование мочевого и обследование некоторых других проблем Машины. Другие проблемы – это необходимость замены шунта. Но придется подождать. Малышке нужно подрасти, чтобы оперировать. Но ждать недолго. Уже в августе Машеньке исполнится два года. И это будет первый день рождения малышки в семье. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...